Ну что ж, здравствуйте! Здравствуйте и рады всех видеть в очередном прямом эфире NLP TV. Всех, кто есть прямо сейчас с нами в эфире, особое здравствуйте. Те, кто будут смотреть записи, всех любим. Все классно. Итак, собственно говоря, действительно, эту тему нас уже запрашивали некоторое количество раз. И на прошлом эфире, который был посвящен просто ответам на вопросы, ну и в общем, что так мы рассказывали про всякое. И там тоже говорили, говорили и интересовались. Говорят, вот расскажите нам про вот это. Вот, про вот это нам рассказать легко. Привет, Саш. Александр. Про вот это давайте начнем чуть-чуть издалека. Вот, начнем чуточку издалека. Год, год или два. Ну, примерно так. Да, примерно год или два назад мы получили такой очень интересный запрос от одного из наших студентов с курса NLP практик. Запрос звучал буквально следующим образом. Он говорил, типа, вот я бизнесмен, я занимаюсь, вот там я продаю, я переговариваюсь, я договариваюсь. Все хорошо, все, там бизнес идет, процесс идет. Ягод учился на MBA ездил, тоже там нам рассказали. Все классно, все хорошо, я это делаю, эффект есть, там все супер, чего там, как сказали нам делать рекламу, я так и делаю, все работает. Говорит, но вы расскажите, говорит он, мне, расскажите, чего-то такое, за счет чего, говорит, это работает. Вот я говорю, знаю, что это работает, я так делаю, оно работает. Но почему оно работает? Объясните мне, почему оно работает, какие психологические механизмы за этим стоят, я тогда это улучшу сам, уже без всяких разных штук. Вот такой вот интересный вот запрос. И мы прям задумались над этим запросом, потому что, ну, наверное, нельзя сказать, что мы там какие-то великие специалисты именно по технологии продаж. Нет, вряд ли. То есть люди, которые занимаются этим прям, ну, прям много-много, часто-часто, они, естественно, знают гораздо больше, там, и деталей у них, и всего остального. И технологий продаж много разных. Вот. И в разных контекстах, разные, там, в большей или меньшей степени применимы или неприменимы. Вот. Поэтому, действительно, мы подумали, подумали и решили, а что бы не сосредоточиться в какой-то момент, действительно, не сделать для людей тренинг или курс на тему, там, на тему не обучения продажам и переговорам, а на тему именно места, места НЛП, места человеческой психологии там. Вот. И мы его сделали. С некоторой точки зрения можно провести такую параллель. Понятно, что она очень условна, да, вот существует коучинг, когда специалист, коуч приходит в компанию, проводит сессии для руководства, и у них происходит какой-то, там, взрыв, взлет, там, дальнейшее движение, вот. Вот, и, собственно говоря, коуч не является специалистом вот в тех сферах, в которых вот эти руководители работают. И здесь точно так же, да, НЛП как некий коучинг, да, как некий инструмент, который помогает раскрыть свои ресурсы, да, включить какие-то новые навыки, отточить то, что есть, или там сформировать новое. Но, опять же, мы подчеркиваем, что мы не претендуем на знание продукта, не претендуем на знание сферы, на знание деталей. В этом люди, к которым мы приходим, являются гораздо большими профессионалами. Но мы владеем знаниями, технологиями управления психикой, да, каким образом можно управлять собой, управлять клиентами, покупателями, партнерами, чтобы достигать наилучшего результата. У нас вопросики уже есть. Инна, интересует работа с выражениями и манипуляциями в прямых продажах. Инна, расскажем об этом, да, там чуть-чуть, чуть-чуть попозже, мы немножечко по смыслу просто пойдем к работе с выражениями, мы подойдем и расскажем, да, в чем там, в чем там с нашей точки зрения интересные вещи. Ольга, в переговорах, когда с вами беседуют сразу трое и задают вопросы одновременно, трансуют, мешают сосредоточиться, а это точно переговоры еще или нет? То есть, вот здесь вот такой немножко вопрос, то есть, если вы сталкиваетесь с прямой манипуляцией, сталкиваетесь с тем, что, ну, фактически, вам мешают думать, вам мешают принимать решения, вам мешают взвешенно свою там позицию, ну, выяснять или что-то еще. Ну, чего, это либо надо называть какими-то там супер жесткими переговорами, либо надо переставать называть переговорами вообще. Ну, такая идея, люди, ну, вот люди, которые в манипуляциях, в мошенничестве, да, там, как правило... Почти одно и то же. Там, как правило, людей ставят в жесткие рамки, типа, решай прямо сейчас, давай быстрее, 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 там, цигель, цигель, ай-лю-лю, трое с разных сторон орут, там, все такое прочее. То есть, отвлекают внимание, подсовывают какие-то договора, дают читать один, подсовывают другой, ну, это уже не переговоры, это уже, ну, как бы натуральное, натуральное мошенничество. Да, в некоторых случаях такой формат может иметь место, когда есть у противоположной стороны есть какая-то цель, да, и в формате, например, подбора персонала, с точки зрения компании, вот такой формат проведения собеседования называется стресс-интервью. И он оправдан, он, ну, как бы оправдан, люди смотрят на реакцию, вот, манипуляция это, да, с некоторой точки зрения, да, с точки зрения работодателя важно посмотреть, умеете ли вы вот в такой ситуации, которая является частью обычной рабочей деятельности, да, в повседневных процессах является нормальной, да, и они, например, знают, что это вот человека будет ждать на работе, и тогда, конечно, они посмотрят, как вы реагируете. Да, либо вот такой вариант, действительно, о котором сказала Юлия. Ну что, про фокус языка, Ольга, давайте чуть-чуть тоже попозже, дальше. Об этом будем говорить, да. Ну что, итак, да, давайте, как бы, сначала немножечко, немножечко структурнее. В принципе, мы, ну, как уже говорили, да, мы не сосредоточились на какой-то одной конкретной технологии продаж, мы не выбираем какую-то одну из них, мы говорим о том, что в принципе, в принципе существует, наверное, несколько, несколько в общем случае, да, в общих чертах базовых, наверное, шагов, этапов продажи. Без них вряд ли какие-то из технологий обходятся. Они, с одной стороны, очень простые и понятные, с другой стороны, ну, они, действительно, действительно, наверное, базовые, да. То есть мы говорим о чем? Мы говорим о том, что нужно установить контакт с человеком, ну, как бы, без контакта, понятно, мы не переходим, да, ни к чему, ни к продажам, ни к переговорам. Говорится о том, что нужно собрать, чуть не сказал слово, которое сюда не подходит, собрать ожидание человека, да, выявить его ценности, критерии, потребности, вот это все, да. Ну, то есть без этого можно продавать? Ну, как бы, можно, наверное, но это так, типа, у нас есть вот это, кто хочет, тот купил, кто нет, тот нет, это такой, ну, формат интернет-магазин. Выявить, выявить потребности, причем и явные, и неявные, там, и скрытые, и глубинные, да. После этого, после этого, наверное, чем бы, в каком бы, там, рынке это ни занимались, да, наверное, нужно сделать человеку предложение. То есть то, что у вас есть, то, что подходит клиенту как-то, вот там, упаковать, сформировать и, там, понятно ему сказать, что вот это надо покупать, да. Только после этого наступает, там, четвертый этап, без которого тоже, наверное, никуда не деться, нигде, ну, он, как бы, опционально, может быть, иногда пропущен, если предыдущее все хорошо, то человек говорит, вот там, take my money, да, вот, но если нет, если там что-то осталось, то вот та самая работа с возражениями. То есть она там не первая, да, она не посерединке, она в конце. Вот, и, собственно, на каждом из этих этапах, естественно, некоторые, некоторые технологии нупи являются применимыми, являются ценными с той точки зрения, что мы смотрим на происходящее из них, через них. Вот, и на этапе установления контакта, ну, и чего у нас есть, да, из-за ног, и, там, тот самый рапорт, да, с одной маленькой, с одной маленькой поправочкой не надо, не надо делать вот то же самое, что делает ваш визави, да. Совсем не надо, да, совсем не надо. То есть вот эти вот идеи о том, что я буду делать, в точности повторять, там, чесаться в тех же местах, да, вот, буду такой же лысый приходить, там, в другую сторону волосатый. Да, продавцам, которым так рассказывают, вот этот пункт вызывает некий ступор, потому что наиболее, ну, скажем так, рефлексивные, да, те, которые задумываются, они притормозят, и им не будет понятно, как они вот так вот будут повторять за клиентом. Они просто будут об этом знать, но проигнорируют, реализовывать такой формат они не будут. Те, кто якобы смелые, те, кто там лидеры, они будут там, вот, меня так учили, я буду делать. Но это будет выглядеть очень странно в глазах клиентов. Потом из этого будет возникать огромное количество анекдотов, да, которые в Фейсбуке, ВКонтакте есть. Вы, говорит, уже, вот это, там, 10 раз назвали меня по имени, киваете на каждый мой кивок, там, говорит, я даже, говорит, это, в носу поковырялся, и вы тоже поковырялись, да, уже, говорит, начинаете мне что-нибудь продавать. Вот, нет, конечно, то есть тот самый психотерапевтический рапорт, который позволяет там клиенту раскрыться, там, достать самые свои глубины и все остальное, не нужен в продажах и переговорах, не надо этого. Для раскачки, для тренировки, мы на тренингах, конечно, делаем упражнения на зеркалирование, но при этом мы четко говорим, так не надо делать, это мы делаем, чтобы, ну, чтобы немножечко гибкость раскачать, а дальше, что упражнения совсем другие, упражнения, которые, на самом деле, развивают не столько, не столько зеркальную подстройку к человеку, сколько умение быть с ним на какой-то такой одной волне и умение внимательным быть к человеку, то есть в большей степени даже не то, чтобы вы повторять должны то, что он делает, а видеть и слышать то, что он делает и говорит. Вот это вот основа, наверное, вот этого самого бизнес-рапорта, если мы так, например, будем говорить, да? Вот. Ну и плюс к этому, естественно, естественно, плюс к этому не только же невербалика. У нас в NLP, если мы не ограничиваем себя, скажем там, вторым модулем курса NLP практик, то у нас в NLP есть еще и техники уровня мастерского, есть техники, которые там не всегда, не везде вообще даются, даже на мастерском у нас даются, конечно, но не у всех центров, да? Вот. То есть это техники, которые вот позволяют действительно расшифровать, да, и детализировать идею говорения на языке клиента. То есть не только там визуал-аудеал, кинестетика, это понятно, но это мелко, это как бы всем известно, это даже без нолупи в книжках, в книжках по переговорам, в самых базовых написанных. Ну, даже если человек об этом знает, вот из своего опыта, с чем я столкнулась, вот на основе этой модели. Мы готовили продавцов, обучали их презентации. В одном из автосалонов я работала HR-ом, и была ситуация такова, что приглашенный тренер специально под эту программу использовал технологии нолупи, и он рассказывал о том, что презентация должна содержать и презентацию с точки зрения визуального стиля, и аудиального канала, и кинестетического канала. Но когда дело коснулось практики, стало понятно, что они настолько широкую эту презентацию делают, пытаясь упомянуть со всех разных сторон, что человек, которому презентуют, он терялся, потому что у него реально работал только ему привычный один, ну там чуть-чуть какой-то второй дополнительный канал. Полтора. Полтора, да. Вот. И тем самым вот тот поток информации у него просто там где-то размывался, расплывался, эффективность была очень низкой, да, в то время как был бы смысл обучить продавца определять, в каком канале, да, в каком стиле восприятия информации находится сам клиент, и уже целенаправленно этим пользоваться. Это важный момент, и на что обращать внимание, конечно же, имеет значение. И вместе с тем, вместе с вот этими, собственно, общепонятными идеями, мы в этот свой курс, и, собственно говоря, совершенно правильно, мы включили некоторое количество метапрограмм. То есть, вот те идеи, которые там широко применяются в профайлинге, которые для трансформации себя используются на мастерском курсе, вот они в, скажем, немножко упрощенном формате, не все, ну, всего метапрограмм 12 штук, столько не надо. Опять же, там, для целей, для целей вот переговоров продаж 4-5, типа того. Но каждая из них показывает, каждый из них позволяет увидеть, если человек где-то там, ну, скажем так, залипает, да, в той или иной стороне, там, той или иной метапрограммы, то это вот тот самый его внутренний язык. Если мы метапрограмму рассматриваем как, ну, не только лингвистическое, а как то, что стоит за мыслями человека, как то, что формирует его реальность, то тогда процедурные люди и люди возможностные, это разные люди, с ними нужно разговаривать по-разному, с ними нужно вести себя по-разному, планировать переговоры с ними нужно по-разному. Человек возможностный, когда, например, собирается купить квартиру, он пока не посмотрит вот то самое количество, которое ему должно перекрыть его возможности, он дальше к следующему этапу не перейдет. Это надо понимать. И даже если вы ему самую суперидеальную квартиру под все его критерии показываете, чего будет? Ничего не будет. Ему нужно посмотреть 10 квартир. Это надо понимать. Неважно каких, если вы понимаете, что человек возможностный, вы ему делаете вот одну хорошую, две, так себе, например, пойдет тоже там, и просто там 7 штук еще там, которые тоже находятся рядом. Ну, там примерно в критерии попадает. Все прекрасно, он все 10 увидел, он как бы понял, что выбор здесь есть, выбирает то, что ему подходит, и все прекрасно себя чувствуют. Ну, да, конечно, там риэлтор, например, побегал немножечко больше, чем ему хотелось бы, но это называется работа. С другой стороны, если говорить о любом другом секторе продаж, как раз-таки вот очень важно, чтобы продавец хорошо владел линейкой продуктов, ну, там, или услуг, да, либо продуктовой линейкой, чтобы он мог вот эти возможности, да, показать этому покупателю, которые явно будут там не в тему, но, по крайней мере, они в любом случае должны быть реализованы. Вот здесь те самые тренинги по продукту внутренней компании, они важны, конечно. Либо, если мы говорим о процедурах, то нужно просто вот уметь создавать вот какие-то вот такие вот там четкие планы, им следует говорить, давайте сначала вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это, и самое главное, и самому их тоже выдерживать, естественно. Вот, вот эти вещи вкупе с невербаликой, вкупе с вот этими визуаловыми делами и эстетиками, они дают как раз-таки очень хорошую, очень хорошую вот эту вот настройку на человека, настройку на его внутренний мир. То есть тогда становится понятным, чего за человек, куда, что он хочет. При этом метапрограммы воспринимаются как некоторые его базовые ценности, и, то есть, ну, как процедуру, порядок как базовая ценность, да, или наличие возможности как базовая ценность. То есть не озвучиваемая, но как бы требуемая. И вот такое внимание к другому человеку естественным образом создает тот самый эффективный и комфортный для человека рапорт, да, из которого человеку не захочется уйти, в котором ему будет легко вам доверять как эксперту, как специалисту в своем деле. А чего из него уходить, если его здесь слушают, правильно? Человека здесь слушают, внимательно, например, да, прям вот записывают то, что он говорит, там не свои слова подставляют, а его словами ему в ответ говорят. Только так, это отлично, это мало где есть. И рассказывают так, как он привык это воспринимать, последовательно, или предлагая много разных вариантов, да, и вот такое понимание клиента, оно как раз таки и определяет стиль общения с клиентом. И вот тогда, когда мы вот такие вещи уже сделали, да, когда мы находимся вот на этой самой, там, одной волне с человеком, когда мы внимательны к этому человеку, вот именно тогда мы и начинаем собирать информацию. И здесь тоже мы, естественно, применяем там всякие разные инструменты, лупи обучаем всяким разным инструментам, потому что то, что говорит человек, это одно. То, какую эмоцию он при этом показывает, это другое. То, как он в своем внутреннем пространстве развешивает критерии и ценности, которые он упоминает, это третье. Ну, в том числе и некоторые там паузы, да, которые, например, он, может быть, что-то скрывает, ну, где-то, где-то, может быть, он просто, ну, чуть-чуть не договаривает, на всякий случай, например, да, вдруг вы все узнаете и впарите, как это бывает. Вот, это все тоже мы обучаем, естественно, видеть и слышать. Это несложно. Когда человек, например, говорит, ну, вы нам там самую такую квартиру, ну, район вот этого, например, да, мы, поскольку вот мы недавно, недавно мы закончили как раз работу вот с одной риэлторской фирмой, мы этот тренинг вели на протяжении пары месяцев, по-моему, там, два-три раза в неделю мы встречались, по два дня, вот так вот мы его растянули, ну, было очень удобно, да, они как бы вот получились и тут же в поле, получились и в поле, получились и в поле, да, поэтому у нас сейчас примеры просто живые от них, они потом приходят, говорят, вот получилось там, вот. Человек приходит и говорит, вот в этом районе нам квартиру, давайте нам там вообще, вот нам самое главное, чтобы она дешевая, можно любую убитую, там, мы будем делать ремонт сами, и вот на словах, будем делать ремонт сами, человек, вот такое вот, лицо у него, вот такое, там, вот отвращение, страх, печаль, вот просто ужас такой, и немножечко назад, вот так вот немножечко делать, да. Вот исходность, вот, сразу понятно, да, сразу понятно, что, как бы, вот этот самый ремонт делать сами, он декларируется, но относится человек к нему не очень хорошо. Соответственно, да, конечно, показывайте ему эти самые квартиры под ремонт, но вместе с тем покажите ему парочку, которые, которые можно жить вполне себе нормально и без ремонта, ремонт, например, сделан недавно, вот, ну, ничего не то такое, потому что там, очевидно, деньги дают человек, но при этом, чтобы, говорите, ну, вот, вот это вот можно без ремонта жить, оно дороже всего лишь, там, на уровне ремонта. Вот, поэтому, опять же, если мы вот эту, вот эту структуру используем в любых других сегментах, да, вы просто отслеживаете реакцию, да, слова, конечно же, имеют значение, вот, но тем не менее, то, что идет изнутри, состояние, это подделать невозможно. Если вы слышите в голосе печаль, там, страх, да, если вы видите вот эти проявления у человека, и он как бы, скрипя сердце, делает эту покупку, задумайтесь, да, он, конечно, у вас купит, ему зачем-то нужно, да, но вот ощущение в связи с этой покупкой у него будет не очень хорошее, обратиться ли он в следующий раз, не очень понятно, может быть, на этом этапе есть смысл посмотреть, что можно предложить в качестве альтернативы, так, чтобы ему грело душу, да, то есть как-то соблюдало его внешние условия, там, стоимость, объемы закупки, там, еще что-то, но при этом какую-то там радость легкую, хотя бы облегчение вызывало, и тогда клиент это оценит, и он будет о вас помнить. По поводу тех ценностей, например, с которыми человек согласен, тоже не все так просто. Если ценность, ну, в его внутреннем мире, да, мы обучаем это видеть, обучаем на это смотреть, это несложно. Если ценность находится ближе к человеку, она в большей степени реализована у него, ну, либо он точно знает, как ее реализовать. Если ценность находится дальше, она в меньшей степени реализована, в меньшей степени человек знает, что это такое. Соответственно, вот в этом месте мы можем как раз цепляться за те самые ценности, которые не реализованы, недореализованы, и их как раз нужно объяснять. То есть почему, например, именно в этом месте, именно этим товаром, именно этим продуктом, именно вашим предложением, почему и каким образом, это самое главное, таким образом, и эта самая ценность будет реализована. Вот та, которая, которая не знает, как ее реализовать хочет, но не знает. И это, это та самая вербовка из боевого инопии, то есть мы скрываться не будем, мы честные люди, у нас самое честное телевидение в мире. Вот да, это вербовка, да, собственно говоря, из боевого инопии это и пришло. Ну, на самом деле, вот та фраза о том, что, чтобы что-то продать, нужно сформировать, прежде всего, потребность, да, потом под эту потребность формируется продукт. И если у человека вы замечаете какую-то потребность, но он не знает сам для себя, через что эта потребность может быть закрыта, соответственно, вы можете объяснить человеку, каким образом ваш продукт будет связан с реализацией вот этой важной для него ценности, каким образом он закроет эту потребность, да, вы вот эти вещи связываете так, как вам нужно. И речь, конечно, мы там говорим, что это боевые форматы или не боевые, но на самом деле зачастую человеку действительно нужно объяснить, потому что он сам не знает, и он будет рад, если вы его как-то там направите в нужном направлении. Вот он приходит, не знает, что хочет, примерно так, в общем. А вы ему говорите, вот можно вот этот продукт купить, а можно вот этот. Если вот этот, то вот так вот, то вот этот вот. И он уже сможет, исходя из своего внутреннего мира и своих каких-то задач, ценностей, свою потребность закрыть. Но опять же, с вашей помощью. Поэтому давайте так, боевая манипуляция, вербовка, да, это так, но с другой стороны, это не, ну как бы, даже необходимые элементы нашей жизни. У многих бывает так, что там хочется чего-то, не знаешь, что начинаешь искать и кто-то предлагает. Предлагает вот то самое, что вот сам не знал, как озвучить. И, собственно говоря, это как раз все у нас и приводит к следующему этапу. К следующему этапу продаж переговоров, когда мы должны сделать предложение. Но вот к этому моменту мы уже знаем ценности и потребности клиента, в том числе, какие реализованы, какие не реализованы. в том числе те, которые только декларируемые, а те, с которыми он согласен. У нас есть там язык клиента, на котором мы должны это сформулировать. Мы понимаем, в каких метапрограммах нам надо это описать. У нас есть наше предложение. И мы его фактически, ну как-то переупаковываем, описываем. Мы его формируем вот туда, вот туда, как бы, к клиенту. Здесь мы, например, рассказываем про тот самый хорошо сформулированный результат, но не с нашей уже стороны, а со стороны клиента. То есть мы объясняем ему, ну то есть фактически, да, обучаем, обучаем, рассказываем, как это объяснять клиенту на его языке, через его потребности вот этот вот результат. Что будет, что получится, куда, куда получится, как он там будет пользоваться, как это впишется в его жизнь. И здесь тоже очень интересно, и очень важные моменты иногда возникают. Человек, который является в некоторой области, является специалистом в некоторой области и долго, долгое время, например, работает, некоторые детали у него из головы выпадают. То есть для него они самоочевидны, а вот для клиента не обязательно. И поэтому он говорит, типа там, ну вот так, вот так, все. А клиент стоит такой, куда все, где все, я ничего не понял, я половину не понял, да. Я первый раз вообще пришел к вам вот сюда, вот на, на вот это все. В том числе, когда, например, по вот этому нашему тренингу проводили, проводили тренинг для магазина отделочных материалов, строительных работ, вот этого всего, там это очень важно было, потому что, например, за вот этой технологией там скрывались идеи дополнительных продаж. То есть человек приходит, говорит, вот мне бы обои там, вот как-нибудь, ему говорят, ну вот обои, на, держи. Такой, ага, ладно. Взял обои и уехал, да, потом приезжает, а чего вы мне не сказали, что клей нужен, что кисточка нужна, да, ну то есть примерно вот до таких вещей. То есть иногда просто на дообъяснении человеку о том, что к этому нужно это, вот это, вот это, вот это, вот это, на вот этих вот дообъяснениях собственно строится, строится в том числе увеличение продажи. То есть тем люди, которые знают, они вас остановят, например, скажут, да, 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 я знаю, это у меня все есть, а те, кто не знают, скажут, о, блин, спасибо, что вы подсказали. Вот, но для этого вы должны действительно подсказать. Да, то есть у человека должна сформироваться очень цельная идея или картинка того каким образом то что он сейчас приобретает будет вписано в его жизнь да то есть что он с этим будет делать дальше и как это на его жизнь там дальше повлияет да то есть если купить на строительные материалы то к ним нужны там какие-то дополнительные элементы и когда он все это сделает да там он получит свой результат но это конечно же важно достаточно детально обсудить обговорить и опять же дать тем самым человеку возможность подумать о том что у него еще в голове есть но он еще не думал о том что это тоже нужно реализовать одна наша студентка продавая продавая квартиры показывая дать там сначала же показывать вот как на показывая квартиру к ночь к ней пришли а пришла молодая семья и ну кто-то из родителей их этой семье для лёжный по вот и она просто начала их водить по квартире вот это вот собственные молодую семью и там кого мама полностью не пришла и она не просто им показывают квартиру она подвела их как ну сказал вот смотрите да вот вот здесь вот из окна вы видите вот это вот туда пойдете вот туда потом вот там за это магазин хороший очень магазин потом вот туда поди там там парк погулять можно да вот здесь вот сюда 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 вот это то есть она их она их провела вот так вот махая руками провела по территории они как бы повинуясь ее этому объяснению сходили в магазин погуляли в парке сходили там до остановки с работы вернулись например сходили на работу на готов вам куда ехать туда туда да ну что вы хоть там транспорта да да и обратно привязать сюда же здесь очень близко либо к туда и через магазин хотя она им объяснила как они будут отсюда ездить на работу потом она спросила их про мебель у вас есть мебель нет и мебель какая мебель они прошлись так в простом разговоре они вспомнили всю свою мебель и они опять же повинуясь и и вот таким вот намеком да и вопросом они эту квартиру обставили они поставили стол где какой она предложила даже там померить примерно расстояние а у вас диван там или кровать а где она будет цель вот здесь вот они если кровать вот здесь вот удобно тут лучики солнца утром все вот эти вот штуки она когда это все рассказывала вот люди люди которым она все объясняла да самая молодая семья они вот пока квартиру просматривали они уже в нее въехали обставили отметили поспали переспали на работу сходили в выходные в общем они уже там живут понимаете после 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 практически демонстрации квартир они там фактически уже живут это тот самый тот самый третий и четвертый пункт она и его сформулировал за них в их присутствии с их помощью с их участием соответственно ну все они такие блин какая-то куча квартир здесь вообще все хорошо ну в противовес там где бы они например просто походили был посмотрели на голые стены да и такие ну ну квартира окей но ни к чему не привязана вот такие такие вещи когда когда мы действительно то что есть у нас привязываем к жизни человек с его помощью естественно используя информацию которую мы у него у собрали вот после этого после этого мы как раз наверно и переходим к четвертому уже этапу то есть то что называется работа с возражением если после этого остались возражений ну то тогда какие они эти самые возражения это же там мы выделяем наверное наверное мы выделяем тоже две группы возражений и чуть-чуть по разному с ними надо работать одни возражения это мы их называем ресурсные возражения то есть не смысле которые дают что-то хорошее человека в смысле которые касаются вопросов ресурсов то есть ну не знаю помним не помним увидели где-то не видели ну кто-то может быть из наших телезрителей видео эту матрицу конвертации ресурсов она очень похожа на пентаграмму такая же волшебная такого же ничего не понятно без объяснений опять основных ресурсов материальные временные информация связи и там навыки состояния все они друг дружку конвертируются ну очень простая идея да как можно деньги превратить во время надо просто за свои там деньги нанять кого-то освободить делегировать часть своего работ на деньги освободиться время как время превратить в деньги тоже очень просто пойти поработать вот и вот вот все вот так вот причем там могут быть длинные цепочки конвертации и здесь когда когда ну то есть люди могут говорить до нехватка например денег нехватка денег и задача задача в том числе им объяснить как это нехватка может закрываться там через другие через другие варианты вот или человек планировал жить чуть-чуть другом месте там где подешевле вы предлагаете там в этом подороже но например там там ему например ближе к работе он сэкономит больше времени соответственно ему не нужно будет тратить деньгами закрывать время при пересчете это может быть может быть не очевидно человеку но опять же при внимательном таком вот смотрение на это такие вот переходы находятся если вы их подскажете человеку он вам будет благодарен вот за ресурсные возражения вам реально будет благодарен потому что потому что тут вы действительно подсказали вот это первая группа ну и там и там кстати да вот ольга писала и там да используется фокус языка в том числе вот чтобы чтобы связать чтобы вот эти вот переходы сделать логичными связать чтобы по ним мозг человека прошелся внимательно а вторая группа возражений это но вот собственно те самые те самые наверное ну классическая классика работы с возражениями классика работы с убеждениями но только не возражением дать с убеждениями иногда иногда у людей действительно могут быть какие-то убеждения которые мешают им ну натурально мешают им жить вот и там да они закрывают возможности они могут закрывать возможности по сотрудничеству с вами причем сам человек может тоже ну мы помним эмоции базовые да сам человек высказывая их или ну находясь рядышком с ними то есть ну мы помним до убеждения обычно не высказываются но при приближении к ним чека пользуется настроение если мы что такое предлагаем а человек там начинает как-то там отпихиваться и заход делать ну да мы понимаем это что-то там это что-то важное для человека это же да мы мы обучаем до их и видеть и считывать и слышать и предполагать но нужно понимать что к этому моменту если вы довели человека до того чтобы отрабатывать возражения да вы уже ему все и рассказали и показали очень его ценности особенности его восприятия а вы находитесь с ним на очень хорошая ресурсной коммуникации да и человек скорее всего уже будет как-то ну чуть более осознан да там чуть более открыт к вам поделиться и тут как раз таки будет возможность с ним что-то обсуждать по-человечески да что называется вот ну наверное наверное вот это вот в общих чертах она как-то так естественно там упражнение полный полный тренинг занимает 44 полных дня вот если там чуть больше углубляться то и 6 вот чего еще надо рассказать и на скажите пожалуйста мы ответили на ваш вопрос вот вы задавали вопрос по возражениям да и на работа с возражениями манипуляциями ну здесь здесь наверное вот и и ваш вопрос с одной половины да и вопрос ольги с другой половины про там что ответить на фокус языка модель мира когда спрашивают где написано что ваше утверждение правильное вот это такой немножечко немножечко контекст наверное но чуть-чуть чуть-чуть сторонку все таки то есть манипуляции вниманием когда там вас пытается сдвинуть когда там вас пытается запутать когда начинается уже фокус языка формате софистики то есть там лишь бы чуть ли не последнее слово осталось за мной там закидать что-то еще здесь удерживать удерживать свою позицию удерживать помнить эту самую свою позицию не ввязываться не в не ввязываться вот в самую борьбу с фокусами языка то есть и переводить переводить на сенсорику вот это на самом деле это и фокус языка тоже да и намерение и стратегия реальности все что касается сенсорики это и фокус языка но вместе с тем это и просто возвращение от возвращение к реальность фактам факты цифры что такое что ответить на фокус языка модель мира ну что такое в данном случае давайте где написано что ваше утверждение правильное это не модель мира стратегия реальности на тему того откуда вы это взяли окей хорошо покажите откуда вы это взять нормально если там люди апеллируют модели мира там идея том что там все нормальные компании вот это не не могу говорить за всех давайте говорить вот за за наш с вами компании вот мы есть вы есть у нас общение давайте в его рамках оставаться да совершенно наверно и здесь может быть апелляция к любой модели да и еще нормальные компании и там все нормальные специалисты а вот здесь как раз таки любые другие фокусы языка они будут хороши и возврат конкретным конкретным примером или там всевозможные там самое главное там это вот это вот ну как бы я согласен это важно вместе с тем вот это важно вот это важно вот это важно давайте вот смотреть как бы искать компромиссы и всего того что важно там вам и на вот обо всем остались не говоря уже этому фокусах языка там аналогии да и там наше сотрудничество похоже там подобно волшебному замку что вырастает из песка это все офигенно политично давайте про деньги давайте про сроки давайте про деньги а потом как бы когда будем обмывать там вот вы то скажете это прямо вот у вас это получится то есть вот как то так наверное ну что еще вопросы давайте если у вас есть что-то из своих каких-то важных областей да там профессиональные рабочие ну вот пока вы пишете может быть там формируется эти вопросы про фокусы языка про работу с возражениями наверное надо отдельно делать да наверное надо отдельно делать нам телевидение про фокус языка выпуск тем более что реально есть что сказать кто еще не видел статья вышла сегодня вот можно смотреть на наших страницах можете посмотреть вот статья ссылка на статью на сайте вот но помимо того что мы в тренинге в курсе но пив продажах и переговорах обучаем людей фактически взаимодействовать да многомерно со своим клиентом с покупателем а видеть слышать замечать какие-то нюансы мы заметили в общем-то мы знали да ну вот как раз то мы видели наглядно что люди которые обучаются прокачивают себя прокачивают свои навыки стратегии они а у них встраиваются в жизнь и отражаются на том что у них и в личных делах меняется коммуникация или по-другому на многие вещи смотрят нам рассказывает о том что мой сейчас это выглядит совсем по-другому сейчас вот так разговариваю люди там иначе реагирует и так это интересно здорово вот потому что мы действительно даже не столько про продажи не столько про переговоры а сколько про другие жизненные стратеги к которые дают лучший результат и будучи применимыми к бизнесу данном случае к продажам переговорам конечно же вот там они дают результат а в денежном эквиваленте да когда те же самые стратегии просто являются частью жизни да они дают результат в личных отношениях да в личных целях это здорово при этом мы мы-то как бы только в шутку наверное можем сказать что там из-за нашего тренинга там вообще все поперло мы прекрасно понимаем что поперло все из-за того что люди там сидели слушали внимательно делали практиковались это очень важно что они это все в своей жизни реально применяют вот из-за этого все поперло тренинг это один элемент вот тем не менее люди которые у нас обучаются которые заказывали эти тренинг они-то вот например уверены что это вдвое выросла месячный оборот прибыль точнее месячная выросла вдвое исключительно результате нашего тренинга более того они говорят никому больше мы про вас не расскажем лучше мы потом к вам еще придем это вот такие тренинги проводили в разных получается до владикавказ то проводили другие примеры по поводу риэлторской деятельности в товар польском крае поэтому у нас достаточно широкая география мы часто ссылаемся да на недвижимость потому что сейчас вот последний один из последних у нас был в этом сегменте примеры всего там живые легко и быстро привести тем не менее это закономерности там человеческой психики и стратегии коммуникации да если мы научаемся управлять собой своими стратегиями общения конечно же мы получаем все это можем можем только подытожить мы действительно говорим о том что стоит да что стоит за процессами что стоит за процессом продажи переговоров говорю с точки зрения психологии говорю с точки зрения науки и люди люди в этом узнают то есть мы не учим с нуля продавать мы не говорим типа вы еще и сделайте неправильно сейчас мы расскажем как правильно нет люди все делает правильное конце концов у людей есть деньги на наши тренинги значит они делаются правильно вот доставайте ваши доставайте ваши навыки что как вот говорим мы вот такая технология где вы видели но они начинают я знаю таких клиентов до этого я вспомнил там человек вот блинга точно теперь понимаю у меня были переговоры там был клиент мы с ним вот так вот так вот так она не пела а я сейчас вспомнил он вот такой вот был да или человек там какой-то я всегда вспомнил что вот он то вот так вот так вот делал а потом то вообще все развернуло в другую сторону теперь понятно теперь я вижу почему поэтому когда опыт уже есть это еще более интересно да потому что у человека появляется студента учащегося есть возможность понять оценить как было да как было на что это было похоже какие структуры за этим стоят и как будет теперь да как как происходит изменение этого процесса ну что вроде бы как все мы все что мы все что хотели рассказали на технологии указали намекнули кое-что даже прям прямо сказали вот ну вопросов вроде бы нет тоже все ответили ну что тогда на сегодня мы заканчиваем будем рады видеть вас на наших страницах в соцсетях наших группах подписывайтесь на наш канал youtube и будем это обязательно 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 и готовьте вопросы задавайте вопросы конечно же как обычно мы анонсируем следующую тему а если у вас есть какие-то пожелания обязательно пишите мы будем ориентироваться будем ориентироваться а планировать и запускать в эфир ну что ж и всем до свидания спасибо всем кто был в прямом эфире большой привет всем тем кто смотрит нас записи ну и до новых встреч до новых встреч в эфире вопитиве счастливо